Девочки Маши 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 Кроме предметов, сама природа предстает в сказке, как живое, доброе существо. Зима не спит, а сыплет с неба тихий снег. Ночь входит в комнату и приказывает всем спать. Пересчитаем эти фрагменты. Маша смотрела за окном, Отопление тихонько пищало свою теплую песнь, А зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. А потом, у себя в доме, когда погасили свет, И поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму. Все вокруг живое и волшебное, благодаря фантазии и доброте Маши. Она наделяет все предметы душой и характером. Это удивительная девочка, восприимчивая к красоте. Для того, чтобы описать, как обычные предметы в воображении Маши становятся волшебными, Писатель использует художественный прием — олицетворение. Вы, наверное, уже догадались, как в сказке одушевить неживые предметы. Верно. Для этого их нужно наделить чувствами, характером, желанием. Олицетворение — это художественный прием, Изображение неодушевленного, как живого существа. Перечитайте отрывок и назовите олицетворение. Было так тихо, что, казалось, все спит кругом. Весь дом и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот, И все сильнее белела снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, А зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Проверьте. Спал дом, спал сад, спал каменный лев. Не спали отопление и зима. Отопление пищало песню, зима сыпала снег. Выражение «не спала Маша» не является олицетворением, Так как прием применяется только к неодушевленным предметам и явлениям. Писатель использует и другие средства выразительности. Эпитеты. Тихий снег, седая ворона. Сравнение. А воробье, как маленький пушистый снаряд. Пашка влетал с этими вещами в комнату, Бросал их на пол, делал по комнате несколько петель И стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном. Счастливые сны и сказки цыплются на людей, как снег. И мама подумала, что вот так же, как снег, Сыплются на людей счастливые сны и сказки. Контраст. Черное небо, белый снег. Во всех этих выражениях слова используются в переносном значении. Вспомним, какое значение слова называется прямым, а какое – переносным. Значение слова – это то, что слово обозначает. Например, слово «рукав» обозначает деталь одежды. Прямое значение слова прямо указывает на предмет, значение, признак, действие. Как в нашем примере, в прямом значении слово «рукав» обозначает деталь одежды. Переносное значение слова как бы переносит частичку прямого значения на другой предмет, признак, действие. По какому-либо сходству. Например, «рукав» реки. В этом примере слово «рукав» употребляется в переносном значении и обозначает отдельное русло реки, вновь впадающее в ту же реку ниже по течению. Действительно, «рукав» реки похож на «рукав» платья, потому что отделился от главного русла. Перечитаем еще раз примеры средств выразительности. Седая ворона. Ворона кажется седой, потому что серый цвет ее оперения напоминает седину, и писатель называет ее старой. Тихий снег. Тихий он потому, что улица пуста. Маше не слышно ни звука, и кажется, будто снег действительно старается не шуметь, чтобы не разбудить нянюшку и не отвлечь Машу. Слова «седая» и «тихий» использованы в переносном значении, так как обозначают признак не прямо, а в сравнении с другим. А вот сочетание слов «каменная колонна», «медная наковальня», «стеклянный букет» употребляются в прямом значении, потому что обозначают предмет и материал, из которого он сделан. Итак, средства выразительности помогают писателю изобразить обычный мир как сказочный. И так показать душевные качества Маши, потому что именно ее глазами читатель видит все, что происходит в сказке.